Внеземная жизнь – это те формы жизни, которые не возникли на нашей планете и в которые не вовлечены ее коренные жители. Данный термин охватывает все возможные виды жизни на Земле и за ее пределами это могут быть вирусы, а также формы, похожие на растения. Некоторые исследователи идут еще дальше. Они ищут существ, похожих на людей по своей сложности или даже превосходящих нас, то есть тех, кого называют инопланетянами. Но если внеземная жизнь существует, почему же о ней до сих пор никто не слышал? Существуют ли вообще так называемые инопланетяне? Парадокс Ферми дал ответ именно на этот вопрос. Из нашего видео вы узнаете, какие существуют подходы к данной теме. Парадокс Ферми представляет собой мысль физика Энрико Ферми, сформулированную в 1950 году. Ферми предположил, что существует внеземная жизнь или внеземной разум. Этот внеземной разум должен позволить технически продвинутым колониям выживать на протяжении нескольких миллионов лет. И за это время должна была появиться возможность колонизации целых галактик с помощью межгалактических и межзвездных космических путешествий. Ферми пошел еще дальше. Он предположил, что это уже произошло. Тем не менее, поиск инопланетян пока безуспешен, что парадоксально для ученого. Поэтому он подверг сомнению свои наблюдения и предположения, что привело к парадоксу Ферми. Поскольку Вселенная уже очень стара и имеет много спутников, за пределами Земли должна быть жизнь, если только происхождение жизни на Земле не является необычным процессом. Это также называется гипотезой редкой Земли. Предполагается, что Земля не занимает уникального места в нашей системе. И что в нашей галактике есть другие технические цивилизации. Хотя галактика имела ширину около 100 тысяч световых лет, и если для прохождения такого расстояния субсветовым двигателем потребуется до 10 миллионов лет, то возраст галактики составляет около 10 миллиардов лет. Если в Млечном Пути есть цивилизация, способная к межзвездной колонизации, то вся галактика может быть полностью колонизирована. И это всего через несколько миллионов лет. Но Млечный Путь намного старше 20 лет, которые минимально необходимы для этого. А значит, внеземная жизнь должна быть повсюду по соседству с Землей. Но до сегодняшнего дня не удалось найти никаких доказательств внеземной жизни. То есть, перефразируя парадокс, получим, если инопланетяне действительно существуют, то почему их здесь нет? Уравнение Дрейка Уравнение Дрейка тесно связано с парадоксом ферме. Пока что большинство параметров этого уравнения неизвестны, поэтому оно не может сильно помочь в разрешении парадокса. Уравнение Дрейка относится только к Млечному Пути, к нашей галактике. Млечный Путь – это спиральная галактика с перемычкой, по типу которой построено около двух третьих галактик, существующих во Вселенной. Поскольку во Вселенной, как наблюдается сегодня, есть около 100 миллиардов галактик, похожих на Млечный Путь, окончательное значение, полученное из уравнения Дрейка должно быть умножено на относительный коэффициент для всей Вселенной. Хотя это существенно увеличивает общее количество возможных цивилизаций. Такой расчет будет очень неточным из-за недостаточного знания других галактик. Кроме того, уравнение Дрейка относится не только к теоретическому количеству цивилизаций, но и к возможности установления контакта с ними. Ближайшая галактика – Туманность Андромеды, которая находится на расстоянии двух с половиной миллионов световых лет от нас. Эта галактика уже не рассматривается для практического контакта, а, следовательно, и все остальные тоже. Гипотеза. Мы действительно одни. Один из тезисов гласит, что многоклеточная жизнь в космосе встречается довольно редко, как и планеты, похожие на Землю. Поскольку появление жизни на Земле стало возможным благодаря множеству невероятных совпадений, существование других планет земного типа маловероятно. Совпадения, способствующие появлению жизни на Земле – это и существование Луны, и положение Земли в Солнечной системе, что обеспечивает благоприятную температуру. В этой попытке объяснения параметры так называемого уравнения Дрейка выбраны таким образом, что в галактике, в которой мы сейчас находимся, существует только наша цивилизация. Таким образом, парадокс Ферме больше не является парадоксальным, поскольку одно из его основных положений опровергается. Многие ученые считают эту гипотезу убедительной. Однако есть и ученые, которые считают, что планеты земного типа действительно существуют. Это предположение особенно подтверждается тем фактом, что обнаруживается все больше и больше экзопланет. Невозможность межзвездной колонизации Предпосылкой парадокса Ферме является цивилизация, способная колонизировать межзвездное пространство. Однако этого нельзя сделать в принципе, потому что с таким предварительным условием было бы возможно существование некоторых технических цивилизаций, не способных влиять друг на друга, поскольку пространственное расстояние было бы слишком большим. Вот пример. Расстояние от Солнца до звезды Проксима Центавра, ближайшей звезды, может быть преодолено только за несколько лет, даже с учетом скорости света. Однако, согласно современным знаниям, скорость света не может быть превышена, что приводит к возникновению нескольких вопросов. С одной стороны, встает вопрос, может ли цивилизация достичь чужих звездных систем, если это для нее выгодно. С другой стороны, есть вопрос о том, какой временной сдвиг в устном обмене между популяциями разных звездных систем был бы приемлем для того, чтобы цивилизация имела необходимую сплоченность. По мнению Стивена Хокинга, возникновение жизни вне Земли возможно. Он также считал возможным наличие за пределами Земли человеческого интеллекта. Однако Хокинг предполагал, что такой интеллект в конечном итоге достигнет предела и станет нестабильным, так что организмы непреднамеренно исчезнут. Это может быть вызвано, например, генетически модифицированными вирусами, ядерными войнами или парниковым эффектом, который станет невозможно контролировать. Теория Берсеркера и теория темного леса Теория Берсеркера, названная в честь саги Фреда Саберхагена о Берсеркере, предполагает, что инопланетяне посылают в космос искусственные зонды, которые уничтожают другие цивилизации. Поступая таким образом, они намеренно уничтожают другую жизнь, чтобы потенциальные враги были устранены на ранней стадии, позволяя пришельцам беспрепятственно распространяться в космосе. Существуют разные мнения относительно способа устранения. Теория темного леса, названная в честь трилогии Люци Синяя «Темный лес», имеет тематически похожую направленность. Согласно этой теории, внеземная жизнь действительно существует, но эти цивилизации маскируются и ведут себя незаметно, чтобы о них не узнали никакие потенциальные враги. Это делается с целью снижения риска нападения хищников, подобно камуфляжу в биологии. Согласно данной теории, Вселенная представляет собой так называемый «темный лес», в котором обитают всевозможные хищники, соревнующиеся за лучший камуфляж. Астрофизическое объяснение Гамма-всплески сейчас считаются самым энергетическим мощным явлением во Вселенной. Это связано с тем, что гамма-всплески могут вызвать массовую гибель планет, находящихся в пределах их конусов излучения, даже на расстоянии многих световых лет. Таким образом, они могли погасить высшую жизнь. Говорят, что в первые 5 миллиардов лет от зарождения Вселенной эволюция до сложных форм жизни в галактиках была невозможна из-за интенсивной активности гамма-излучения. Математический априорный аргумент. Астрофизик Джон Ричард Готт не считает тезис о колонизации галактик обоснованным, потому что, по его мнению, тогда вся жизнь станет частью такой суперцивилизации. Если бы такие цивилизации существовали, то, по мнению астрофизика, маловероятно, что мы появились на сравнительно молодой и маленькой Земле, которая в то время даже не была колонизирована. Концепция великого фильтра Концепция великого фильтра объединяет некоторые из перечисленных выше аргументов. Данная концепция гласит, что существует своего рода фильтр, необходимый для достижения определенного уровня цивилизации. Этот фильтр представляет собой препятствие или проблему, из-за которой будет трудно достичь такого уровня. Возможно, что высший разум очень редко встречается в ходе эволюции. Мы, люди, являемся единственной формой жизни, до сих пор преодолевшей этот великий фильтр. Вторая возможность заключается в том, что с распространением цивилизации автоматически связываются события, которые обычно приводят к тому, что эта цивилизация в какой-то момент будет уничтожена. При такой возможности другие цивилизации не могли бы преодолеть фильтр, и человечеству пришлось бы преодолеть его в первую очередь. Натурфилософические подходы к существованию инопланетян можно найти в древности. Уже в произведении Плутарха о лике на лунном диске можно найти мысли о внеземных формах жизни. Однако такие тексты в основном относятся к мифологии. Следовательно, нельзя предположить, что эти описания пытались развить теории о внеземной жизни с помощью рациональных аргументов. Еще одна проблема астробиологии состоит в том, что нет общего определения жизни. Было предпринято несколько попыток дать определение жизни, но ни одно определение не было полным или удовлетворительным. Из этого также можно сделать вывод, что нет четкого разделения на живое и неживое. И даже если есть жизнь, подобная земной, еще предстоит выяснить, возникла ли эта жизнь на Земле, а затем распространилась в космосе. Или же она развивалась в другом, независимом от нашей Земли месте? А как вы думаете? Вы считаете, что человек и наша Земля уникальны во Вселенной? И что наше происхождение – не что иное, как невероятное совпадение? Или вы принадлежите к числу фанатов научной фантастики, которые давно верят в существование других форм жизни за пределами Земли и уже имеют точное представление об их внешности, образе жизни и планете? Тема инопланетян наверняка будет занимать науку еще долго. Делитесь своими мнениями в комментариях. Может быть, у вас есть новаторский подход к данной теме?